На самом деле, подводилось к тому, что Асламбеку Бадаеву я предложил свою кандидатуру после отмены поединка с Магомедом Исмаилом Анатолием Токов. Я предложил свою кандидатуру, ждал неделю, если честно, не верил уже в этот поединок, что он будет реванш. И через неделю позвонил Асламбеку и предложил, так скажем, это меня обрадовало, чтобы показать такой красочный поединок, который предстоит у нас в Питере. На самом деле, просто это реванш, интересный поединок, вернуться в родные стены, где ты начинал свою спортивную карьеру. До того, как я ушел в Америку, профессионалом я стал в ИСЕ, так если сказать, в полном объеме, дрался с топовыми ребятами, возглавлял турниры. И для меня честь вернуться обратно. Но у меня контракт есть до сих пор с СЛФА, американской лигой, и мне предложили, отпустили на один бой, подраться в ИСЕ. Ну, вернуть должок, это раз. И во-вторых, я думаю, для зрителей, для моих земляков, да и в принципе, кто болеет за меня и за Толию, это будет очень такой громкий поединок. Интерес на самом деле будет не меньше, я думаю, еще больше. И плюс, ну, мы все равно тренировались, выступали и так далее, еще будет, я думаю, красочный поединок. И в связи с этим, ну, мне охота реваншироваться, забрать эту победу и так далее. Для меня это, наверное, больше мотивация, чем для него. Ну, личного нет, но охота довести, чтобы у нас была трилогия, история. Например, если я выиграю следующий поединок, у нас будет повод еще подраться третий раз. Выводы. Надо было в бою самому понаглее с ним поработать, потому что я больше работал вторым номером, пытался его поймать и так далее. И какие-то позиции думал, что я там слабее. Но бой показал обратное, что нет в каких-то позициях, что выше тебя там или в борьбе, или в ударке. Это бой, тут все может быть. И где-то надо быть по самовереннее и понаглее. Анатолий разносторонний, все, в принципе, умеет. И он и засабмитить может, и задушить, и нокаутировать. Он во всех аспектах опасный, но я тоже непростой. Так что, я думаю, не знаю, опасности прям такое, чтобы не вызывал. Ну, рабочий, так скажем, поединок, который будет очень красочный. Наверное, разносторонний, так скажем, покреативнее, наверное. Потому что Анатолий такой трудяга, физик. И, ну, в плане разносторонности умеет и побороться, и побить. Но тактически, технически, так скажем, он заточит под одну историю. Давить, выдавливать, разбивать. У меня чуть креатива побольше в этом плане. Ну, на самом деле, может быть, это их мнение и повод, но все же бывает. Кто-то разочаровывается, кто-то нет. Но я не думаю, что это будет такое, что меня не считаются со мной. В плане того, что он быстро меня легко пройдет и сделает бой с Магомедом Исмаиловым. Посмотрим. Бой покажет 19 апреля вечером. Ну, на самом деле, со стороны, наверное, больше я мотивирован. Да и, в принципе, я психологически больше вырос, наверное. У меня там появилось пару детей после нашей первой встречи. И на самом деле ты уже такой, как говорится, старый волк стал, который у тебя уже ничего не удивит. Побывав в Америке, повыступав там. За эти, так скажем, года, которые мы первый раз встретились и потом, вот уже сейчас, да, прошло два с половиной года, много что поменялось, и я тоже в том числе. Ну, думаю, рубка, три раунда. Да, примерно плюс-минус то же самое будет, как первый бой, но главное не пропустить. Но на самом деле, я думаю, все будет то же самое, как и в первом раунде. Наверное, более еще на повышенных темпах и мощностях я готов ко всему. И на очень долгую дистанцию в том числе я выиграю.